Говорим мы об организации имиджевой составляющей детского праздника, а праздники бывают разные, выпускной день рождения, что-то там еще. И, наверное, все-таки по большому счету, как вы правильно, Наталья, заметили, такая мамочкина история, да? Отцы в этой ситуации бессмысленные и беспомощные, и просто нервно уходят из дома. Наталья уже всего буквально 5 минут, наверное, прошло, как она приступила, уже красоту сделала. Наталья, что вы делаете? Объясните, чтобы... И вообще, если у человека нет опыта в создании таких причесок, именно вот эту прическу можно сделать? И если он отец, он может справиться? Ну, хотя бы, как минимум, нужно посмотреть, как это делается. Есть, конечно, определенные особенности в создании причесок. Нужно использовать определенные профессиональные средства, чтобы это все потом, опять же, держалось и красивенько получалось. Конечно, навык все-таки должен быть. Даже если просто посмотреть YouTube, бывает, этого не совсем достаточно, чтобы получалось именно то, что хочется. То есть необходимо на практике все-таки попробовать? Все-таки да. Ага. А вот, кстати, Алексей спросил просто про отцов. Как часто вы видели, чтобы, например, папа собирал в школу даже хотя бы? Ну, на самом деле, сейчас у нас просто, мне кажется, такой очень современный мир, и мамочки, они всегда заняты делами, работой, заботой. И папы, на самом деле, часто бывают приезжают, привозят детей. Пока ты делаешь прическу, мама потом приезжает и оценивает. Ну, то есть вот так вот проверяет результат, как говорится. Поэтому папы очень активно участвуют в этом. Ну, в качестве извозчика отцов использовать можно и нужно порой. Но допускать до процесса, мне кажется, это все-таки лишнее. Да и сами они порой, это понятно, не испытывают энтузиазма. Наталья, раз уж мы заговорили о химикатах, да, вот эти все средства... Я возьму... Существуют ли какие-то детские, может быть, облегченные с точки зрения там каких-то веществ, варианты, или универсально все подходит? Универсально все подходит. На самом деле, от одного раза ничего с волосами не случится. Да, есть специальные защитные спреи для волос. То есть можно сделать волосы предварительно на вот этот вот спрей, да, допустим, для утюжка или для плойки. Конечно, детские волосы часто бывают так, что мамочки, ну, редко, следят, не подстригают, может быть, не используют бальзама, маски, может быть, времени не хватает. Ну, то есть часто вот встречаешься все-таки вот с волосами вот таким вот образом. Поэтому, конечно, ухаживать за детскими волосами тоже нужно, но я все-таки за то, чтобы использовать уже не детские шампуни и все остальное для волос. Детские это, наверное, все-таки года, лет до двух. А уже когда у вас появляются уже более взрослые волосы, то есть лучше уже использовать шампуни для взрослых детишек. Да. Я знаю, знаете, у меня такой вопрос к вам, который, наверное, возникает у любой девушки, которая пытается заявиться, что еще все-таки, как лучше вот именно локоны приобретать, скажем так, эта плойка или это бигуди? И что необходимо сделать, чтобы они все-таки держались? Потому что часто вроде ты и красиво все себе сделаешь, но у тебя буквально полчаса и уже на голове все-таки. На самом деле, наверное, не сильно зависит от того, какое средство вы используете в плане завивки, а в большей степени здесь играет вопрос стайлинга и структуры волос. То есть если волосы, например, окрашены, неокрашены, стоит учитывать этот момент, можно завивать на градусах поменьше, например, если волос поврежденный. И непосредственно, конечно же, нужно использовать более профессиональные устойчивые средства. В обычной жизни бывают, на самом деле, средства, которые можно использовать непосредственно каждый день. У меня есть некоторые клиенты, которые приходят ко мне раз в неделю на прическу, уходят всю неделю с прической, аккуратно спят, вот так вот. Как это аккуратно спят? Стоят, что ли? Ну, вот так вот. А девушки умеют и так. Ангелин, расскажи ты, какие прически больше всего тебе нравятся? Чего бы ты хотела сейчас увидеть на своей голове? Не знаю. Ну, а вообще вот в повседневной жизни, давай тогда так, с какими? Распущенный, хвост, мама косички, может быть, заплетает. Распущенный. Ну, тебе нравится вот именно распущенный или чаще всего ты ходишь с распущенными? Ну, чаще всего я хожу с распущенными. Ангелин, давай мы проще поступим. Вот из этих всех диснеевских историй, там, русалочка, золушка, там еще, можешь вспомнить кого-то, у кого, как бы, тебе кажется, самая лучшая прическа? У Рапунцель. У Рапунцель? Это вот с длинной? Именно. У нее, по-моему, просто нет прически. Нет, у нее там есть прическа, сам в конце. Очень красивая коса. Ой, ладно, ладно, набросились, набросились. Хорошо, Рапунцель, у нее есть прическа. К нам подключается... Да, к нам подключается Виктория Столярова, но хотелось бы провансировать, что у нас сейчас за кадром также три профессионала работают над тремя нашими моделями и делают еще три прически. И в скором времени и Наталья продемонстрирует свою прическу, и еще покажем три различных прически. В общем, устроим небольшое дефиле. Вы думаете, Наталья к нам одна пришла? Нет, там целая профессиональная группировка сейчас формирует другие образы. Действительно, дефили нас ожидает достаточно скоро в прямом эфире. Продолжение следует...